Нас часто спрашивают, что такое реформация. Обычно реформации называют реформацию католической церкви 16 века, которая началась с проповеди Мартина Лютера. И это правда, но не истина. Доктор теологии Мартин Лютер 31 октября 1517 года прибил к дверям замковой церкви города Виттенберг грамоту с 95 тезисами, где обличал пороки современного ему католичества, начав, таким образом, широкое общественное движение, которое привело к расколу западной церкви, религиозным войнам, оправданию нарождающегося капитализма. Однако Лютер не был первым. В 14 веке западная Европа переживала серьезные кризисные явления. Технический прогресс привел к колоссальному росту производительности труда, а значит, объемом выпускаемого продукта. Господствующая феодальная система не могла реализовать получаемые преимущества и вообще отставала от времени. Появлялись новые рынки, а рынки старые соединялись в единый, все более глобализирующийся общеевропейский рынок. Товары все больше выходили из сферы натурального обмена в монетарную сферу и обменивались на деньги. Необходимость в этом важнейшем товаре с абсолютной ликвидностью, то есть деньги, вела к быстрому упразднению феодального способа хозяйствования, превращая все производительные отношения в отношения к купле-продаже. Активно начинал работать закон стоимости, а значит, на смену феодальному шел буржуазный строй. И это выражалось буквально во всем. В торговле, производстве, военном деле, науке и, конечно, религии. Вместе с товарами по Европе все более глобально перемещались люди, чья способность к труду, чья квалификация тоже постепенно превращалась в товар. А вместе с людьми перемещались идеи. И главной, пусть и подспудной, тогда еще слабо замечаемой идеей, была идея национальная. Складывание рынков требовали удобства общения в едином экономическом хозяйстве. Отныне важным стало не то, что мы являемся подданными, например, английского или чешского короля, как было при феодализме, а то, что мы англичане или чехи, потому что говорим и ведем себя одинаково. Капитализм, зарождаясь, порождал и первые нации в современном смысле слова. Вот в начале XIV века бедные германские и нидерландские подмастерья, в первую очередь ткаческих гильдий, создали религиозные общины, которые отрицали святость католической церкви и проповедовали категорическое социальное уравнение по образцу ранних христиан. Их называли лолларды, то есть бормочащие. Движение преследовалось на континенте, ну а кто бы сомневался. И часть его членов укрылась в Англии, где у голландских ткачей были самые широкие связи. И низовая идея не пропала даром. Священник Джон Болл, понятно, англичанин, примкнул к лоллардам, проповедуя на понятном английском языке, а не на латыни, идеи социального равенства, отмены церковных налогов, критиковал роскошь и лицемерие папского престола. Но за что в 1366 году был закономерно подвергнут анафеме и лишен сана. Однако деятельности не прекратил. Его проповедь поддержали восставшие крестьяне под руководством Уотта Тайлера. И английская знать хлебнула с ними горе. Однако восстание разгромили в 1381 году, а Джона Бола казнили. Но идея убить оказалась куда сложнее. В 1379 году английский богослов, профессор Оксфордского университета Джон Виклифф открыто выступил с критикой папского престола эпохи Великого Западного Раскола. Личность французского папы, который проводил французские интересы, сидя в авиньоне, привела к национальному отторжению в Англии. Мы помним, что в это время шла столетняя война между Англией и Францией. Очень длинный и жестокий конфликт. И вот после этого выяснилось, что папа – это всего лишь человек, а никак не наместник Бога на земле. И все его священные установления – вот не такие уж они и священные. Ну и Виклифф развил тезис логические. Он выступил за перевод писания на английский, что было строго запрещено. Говорил о том, что причастие – это просто вино и пресный хлеб. Ну, что было, прямо скажем, совсем за гранью добра и зла. Следовательно, церковь не может повлиять на спасение души подведением человека к причастию. А значит, она не может выполнять свои основные функции. А значит, не имеет права на исключительное материальное положение. Эта идея привела к широкой поддержке его учения среди бедного крестьянства, бедных горожан и студенчества. Богослов умер в 1384 году от инсульта. А его проповедь принесли в Богемию чешские студенты, учившиеся в Оксфорде. В Праге с переводом Библии и основными трудами Виклиффа ознакомился небезызвестный Ян Гус. И мысли Виклиффа попали на благодатную почву в Богемии, которая была буквально оккупирована немецким дворянством и, более того, немецкими церковниками. Ян Гус творчески развил учение англичанина, применив его к собственным реалиям. Вот буквально некоторые моменты. Нельзя взимать плату за таинство. Нельзя торговать церковными должностями. А священник должен получать небольшую мзду с богачей, чтобы удовлетворять свои жизненные потребности. Нельзя подчиняться церкви безоговорочно, потому что необходимо думать самостоятельно и применять слова из Евангелия. Если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. Власть, если нарушает заповеди Божьи, эту власть можно не слушаться, потому что Божья она не является. Ну, а собственность может принадлежать кому-либо только на справедливых основаниях. Несправедливый богач значит вор. Ну, а каждый христианин обязан бороться за правду, даже если ему за это грозят вполне конкретные нехорошие последствия. Ну, и, конечно, все священное писание необходимо перевести на чешский. Сначала на Яна Гуса взирали благосклонно, но это не могло продолжаться долго. В 1414 году император Сигизмунд I Люксембург вызвал Яна Гуса на церковный собор в Констансе под гарантией безопасности. Он поклялся на кресте в этом. Однако, желая упрочить собственное положение, путем примирения с папой Мартиным и церковью вообще, он отдал Гуса в руки папских представителей. И в 1415 году Гус был сожжен на костре. Ну, а в Чехии вспыхнуло народное восстание, получившее название «Гусицких войн». Так начиналась реформация. И только потом пришел Мартин Лютер. И это исторический факт. Редактор субтитров А.Семкин